Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, всем доброго времени суток. Сегодня я встретился очень своим хорошим братом с Давидом, с Армянином. Два-три дня он мне звонил, говорил давай встретимся, посидим. Вот сегодня у нас получилось встретиться, сесть. Он хотел бы высказать свое мнение о сложившейся ситуации сегодня вокруг чеченцев и в частности Зелимхана там. Давид, брат, слушаем тебя. Спасибо за хорошие слова, за теплые слова. Добрый вечер всем. Я хотел бы высказать свое мнение о ситуации, что происходит. Я вот три дня просто хочу понять, что происходит вокруг чеченцев, вокруг чеченского народа, вокруг Зелимхана. И я просто к итогу пришел к мнению тому, что это все просто обычное фашистское движение. И просто люди хотят заработать до вот этого хайпа, я не знаю, там... Псевдоблогеры. Не люди. Я их так называю. Псевдоблогеры, не люди. Они просто провоцируя Зелимхана хотели себя показать. Вот это внимание, которое, наверное, им здесь очень мало уделяли. Пока вот это внимание им захотелось, они хотели просто это сделать за счет Зелимхана. Они просто его подавили. Я не хочу никого оправдывать ни в коем случае. Я просто так скажу то, что говорится толпой там чеченцы избили. Если даже бы избили бы там толпой бы, ну зачем это утверждать чеченцы? Это, я же говорю, просто провокационное фашистское движение, конечно. Нет плохой нации. Есть плохие люди. А касаемо того, что там толпой сбили, понимающий человек на этом видео видит, что он до каждого докапывается, до каждого подходит просто провоцирует каждого из находящихся там людей. Касаемо чеченского народа, касаемо конкретно чеченцев, я могу только одно сказать. Знающий человек, который знает, что такое чеченец. Они ни разу не видят люди, чеченца, вживую о нем уже мнение, там чеченец, все, давай он убегает. Откуда вы это все взялось? Откуда вы эта пропаганда взялась? И я этого просто понять не могу. Я дружу с тобой, я дружу с чеченцами, я одно знаю, что ты за мной как гора неприступная, и я знаю, что никогда ты не убежишь. И ни разу нам с тобой, я даже вот не задумывал, вера не мешала дружить, христиане, мусульмане, армянин, чеченец, русские, у меня есть товарищи русские. Не русские, насчет русских хотел сказать, не русские, сотнями парней звонят, говорят, это чисто водопровокации. Это умные ребята. Не хотел бы их имена называть, Коваленко и Босота, следи за языком, и Босота, и они чистые водопровокации, не надо их слушать, они говорят. Я сказал, вот момент один получился такой, и все уже. Они ихние самые близкие, друзья, друзья, самые близкие, близкие их друзья. Мне говорят, звонят, давай я встречу сделаю вам, ну, они не будут знать, я тебя подведу к ним, Куро, в таких моментах. Очередная провокация, нам это не надо. Мы на это не подкинемся. А Нихита, Ворожбитов, Коваленко, Босота, с таким темпом, с таким настроем насчет, там, нации, там, нацизма, фашизма, вот таких моментов, вы далеко не пойдете. Понимаешь, сегодня они заговорили про чеченцев, завтра заговорят про другую нацию, все им без разницы, какую нацию затрагивают, они не нацисты, они будут трогать каждую нацию. Найдите другое направление себе. Я вам вот эту группу, что ты назвал, я, наверное, их буду называть фашистами или нелюди, иначе язык не поворачивается. Я вам просто дам один совет, ребята, вы все молодые, как молодой парень на новом доме, дружите, вот вам пример, пример это не только вам, это всем примеры. Дружите и уважайте друг друга, не надо вот этой провокационной ситуации. Кстати, касаемо того, что вот Зелимхан стоял там, его за стол не пустили, это только могут такие же провокаторы и говорить, так же провоцировать людей. Просто они не понимают, что это уважение к старшему, и он должен стоять на ногах. Там на видео прекрасно видно, кто имеет воспитание, кто уважает старших, а кто не уважает. И я просто одно хочу сказать. Вот сколько республик мы знаем, чтобы глава республики участвовал в воспитании своей молодежи. Я только знаю Чеченскую республику. Рамзан Ахматович, как он просто наставляет на путь тех, которые просто моментами сбиваются за них. У него очень много проблем, я думаю, что помимо вот этого, да, но он на это тоже находит время. Воспитание чеченское. Мой отец, когда заходит, это элементарно для меня, да, вот мой отец, когда к вам заходит в гости, вы встаете на ноги. Этого всего, ну, я не думаю, вы должны понимать, это уважение, что там на ногах Зелимхан стоит этот... Это уважение к его старшему, там сидит старший, он должен стоять на ногах. И всю эту мутную воду намутили кто? Вот эти 3-4 лица. Это уже все знают, вся правда сплылась. Они хотели, типа, делать так, что давайте с ними маску с Зелимханом. А сбили свою маску в итоге получается. Упала их маска. Ихняя, смотри, Адам, у них сейчас, у этих нелюдей, у аудитории там два типа людей. Половина такие же фашисты провокаторы, другая половина просто люди, которые прислушиваются к мнению. Но пройдет время, эти люди поймут, кто они такие. Уже понимают, уже они понимают, кто они такие. Понимаешь, я просто одно вам даю, совет такой хочу вам дать. Зелимхан тоже не выбирает веру. Я знаю, Зелимхан немалым помогал, я это тоже прекрасно знаю. Зелимхан помогал и христианам, и мусорган. И для него не имеет значения никакой национальности. Человеку нужна помощь. У него есть эта возможность, он им помогает, чем может. Просто может где-то хорошим советом. Я знаю некоторые ситуации, не хочу вот это все рассказывать. Зелимхан я точно знаю, если бы я точно не знал этих людей, я бы не говорил. Я точно знаю нескольким людям, он помог в самой очень трудной ситуации. И моей национальности люди. Я просто хочу вот так, вот просто последнее мое сказанное. Ребята, вся молодежь, не касаемо национальности и веры, берите пример с таких вот друзей, как мы. И пожалуйста, не провоцируйте и не подкидывайтесь на эту провокацию, где просто так же, как и Зелимхана довели. И это провокация, никого из нас до хорошего не доведет. Давайте просто жить и дружить. Россия это очень большая страна. И здесь очень разные национальности. Россия это очень большая семья. Семья. Но надо соблюдать те грани, которые нельзя перейти. Конечно. Конечно. Вот эти ребята, которые там перешли грань, я думаю, что они все уже поняли. Таким путем они далеко не пойдут. И они знают, что они уже должны сделать. Я хотел бы к завершению сказать там. Нету, нету плохой нации. Есть плохие люди. Конечно. Никогда не будет национальности. Приходите в гости к нам. Всех встретим. Посмотрите наши красивые места, как я уже вам сказал. Я бы посоветовал очень многим приехать к вам. Посмотреть город. Научите нашим обычаям, традициям. Все узнаете. Мы приехали к вам, живем здесь, короче. И будете тогда уже мнение, как некоторые сейчас строят, не зная ни чеченцев, ни эту нацию. 50% людей, которые неправильном направлении думают о чеченцах, из 50% людей, 40% людей уже мнение о чеченцах. Я 100% уверен, ну, хорошие стороны изменят. Адам, те, кто будут знать вот таких ребят, как ты, те, кто познакомятся с такими ребятами, как ты, те, кто хотя бы там неделю-две пообщаются, да, там, в какой-нибудь сфере, они поймут, что такое чеченцы, они поймут, что такое чеченский народ. Да, Давид, тебе спасибо сегодня, что ты приехал, за то, что ты уделил мне время. Мы очень красиво, тепло посидели. Я всем желаю добра, счастья, всего самого наилучшего. Ас-саламу алейкум ва-рахматуллахи ва-баракату. Всем, всем благ. Субтитры сделал DimaTorzok